Идея записать телеверсию иркутского последнего срока у канала «Культура» появилась еще три года назад. И вот свершилось. Работы начались в самое Рождество. Три дня от зари до полуночи артистам драмтеатра пришлось проигрывать каждую сцену дубль за дублем. Для нас это вообще непривычный способ работы с остановками, снятия небольшими эпизодами. Это работа сложная, требующая большой выносливости, физической силы, я бы сказала, потому что пишем с утра и до вечера, и собранности. А вот внучке, которую, к слову, играет родная внучка Натальи Королевой, работать в таком киношном режиме понравилось. Весело и интересно одновременно, потому что непривычно, что я так сразу актрисой стала, и что вот интересно очень. Дубли? Да. Дубли снимать? Она говорит, давайте еще один дубль. Да. Со мной вообще мало дублей снимает, поэтому я люблю, когда побольше со мной снимают. Телеверсия спектакля по повести Валентина Распутина от театральной отличаться не будет. Хотя по времени на монтаже сократится, и даже появятся вставки элементов натуры, которые необходимы для связки моментов. Сложности в работе с актерами никаких, уверяет режиссер телеверсии Виктор Безега. Возникают только технические вопросы. А еще он надеется, что подобных проектов станет больше. Жанр телеспектакля, который родился в эпоху дефицита кино, медленно, но верно возвращается. Возвращается, знаете как, через прямые трансляции, интернет-трансляции. Но вот когда народ наестся такой и скажет, нам давайте поточнее, потому что там многое не видно, просто непонятно. Задача съемочной группы – передать и донести до зрителя всю глубину смысла и характера последнего срока в исполнении иркутских актеров. Так, как видел эту постановку не один раз с 2008 года сам Распутин. Ведь недаром у нее масса наград, в том числе и мировых. Но если спектакль могли посмотреть лишь немногие, то телеверсия расширит круг зрителей. На канале «Культура» она выйдет в марте, ко дню рождения писателя. Берем руки.